Всем привет, с вами Галактики, и это очередной выпуск галактических новостей, в которых я рассказываю о жизни нашего канала, делюсь планами на будущее и отвечаю на часто задаваемые вами вопросы. И напомню сразу, что у нас в описании видео есть что-то типа оглавления с тайм-кодами, нажав на которое вы можете послушать, посмотреть только то, что вам интересно. Ну, послушать, у нас на фоне сейчас идет запись того, как я рубился отважно в мультиплеерную бету Нового Дума на этих выходных, ну и наверное с нее и начнем. В целом, я где-то 3 часа смог наиграть, больше у меня времени не хватило, вот, да и собственно за эти 3 часа я набрал максимально доступный на бете уровень, 15-й был, бета довольно такая коротенькая получилась, и ну конечно много контента, который будет на релизе еще мы не видели. Вот, но в целом мне понравилось. Игрушка очень динамичная, мультиплеер, и мне очень сильно напоминает мой любимый Unreal Tournament, который я когда-то в свое время, в далеких 90-х играл, когда у меня еще не было интернета с ботами, рубился в Unreal Tournament, было очень здорово, у меня просто море таких положительных воспоминаний осталось именно об Unreal. Местами, конечно, Дум не дотягивает до Unreal, мне кажется, то есть, например, те же оружия как-то очень слабо сделаны, на бете их было всего 7 видов, если я не ошибаюсь. Во-первых, мы их выбираем перед началом боя в лобби, а не так, как в том же Unreal, да, мы во время боя находим оружие, начинаем игру с пистолетом, вот, потом уже отжимаем там противников, оружие, которое они нашли, или просто сами на нычках находим оружие какое-то интересное. Здесь же на нычках можно найти, ну, броню, аптечки, все как положено, патроны, и есть вот руна демона, сейчас я в форме демона, творю бесчинство. Тоже очень крутая штука такая, на самом деле, очень бодрая, позволяет даже такому вагону, как я, убиваться на первые места в матче, на самом деле. Если я вагон, да, и играю там в шутаны два раза в год примерно, то, видимо, наши противники совсем были печальны, вот, потому что за эти три матча, которые у нас сейчас на этой записи будут, я каждый раз попадал в тройку лучших игроков, что весьма удивительно. В последнем матче вообще на первом месте буду. Ну, как я уже сказал, это не мое достижение все-таки, да, потому что я играю, ну, вы видите, я, да, как я играю, вот, это, видимо, просто такие были у меня противники. Ну, короче, все равно игралось довольно бодро и интересно, я уже это, наверное, третий раз сказал, да. Демоны, скорее всего, на релизе можно будет выбирать демона, потому что, когда мы начинаем игру, нам предлагают выбрать демона, но на бете был только один вот этот вот ревенант, которым я летал. И я думаю, что на релизе будет демонов больше, они с уровнем будут открываться, так же, как и оружие сейчас, да, открывается с уровнями, вот. И это будет, мне кажется, еще более интересно, когда можно будет разными демонами гонять. По поводу оружия, как-то оно вот сделано, на самом деле, довольно слабенько. И в начале игры у нас открыто, у всех персонажей открыт Рокет Лаунчер. Как вы видите, все этими Рокет Лаунчерами пользуются. Потому что это весело, во-первых, потому что это эффективно, во-вторых, и мало кто очень пользуется какими-то другими оружиями. Дробовики, конечно, неплохо заходят в ближнем бою, но все равно большая часть, вот как вы сможете посмотреть на записи, большая часть игроков бегут с Рокет Лаунчерами. Стреляют себе под ноги, прыгают, как эти. Ну, как я уже говорю, есть, конечно, игроки, которые пользуются дробовиками, есть те, которые пользуются снайперами, ну, снайперками, ну, такие, которые, да, играют нормально, а не так, как я. Вот, но чаще всего замечаю, что мы играем не в Doom какой-нибудь, да, не в какой-нибудь там онлайновый просто шутер, а в какой-то Рокет Лаунчер, арену, не знаю, что-то такое. Ну, на самом деле, этой игре не мешает, как мне кажется, во всяком случае, не надоедает, как по мне. Вообще, матчи довольно короткие, надоедать вообще не успевают, если в том же Battlefield иногда матчи затягиваются и просто выходишь, потому что... Вот, то здесь в любом случае выигрываем, проигрываем, не столь важно, важно бодрое рубилово. И динамика, на самом деле, игры очень хорошая, мне вот это вот очень понравилось, то, что сама динамика очень быстрая, персонажи довольно быстро передвигаются, есть еще бонусы, типа спешки, которые можно взять, еще быстрее двигаться, в общем, довольно неплохо. И, возможно, даже когда выйдет Doom, да, 13 мая, то, может, еще погоняю потом, если будет время, в мультиплеер. Но, в целом, я жду Doom не за мультиплеер, а именно за сингл, который, скорее всего, у нас будет на канале, то есть прохождение Doom с очень большой вероятностью будет у нас на канале. Конечно же, если разработчики не зафейлятся, если беседка что-нибудь не испортит, да, не знаю, что она может испортить, посмотрим, насколько хорошо это получится. То есть, в принципе, у нас последняя игра под руководством беседки, не Fallout, не там, свитки, да, у нас был Wolfenstein, как он, забыл, как назывался, ну, в общем, у нас был пробник даже где-то на канале, на этом, по-моему, уже. И он мне, в принципе, понравился, я даже все-таки думаю когда-нибудь тоже прохождение его сделать. Поэтому, надеюсь, что Doom тоже выйдет неплохим, хотя, как бы, сами разработчики другие, но беседка все-таки руководит, там, мне кажется, отчасти они как-то влияют на разработку, я думаю. Надеюсь. И надеюсь, что в лучшую сторону. Поэтому я жду все-таки релиза Doom. Вот. Что у нас дальше? Я все с этим думал, думал, задумался совсем. Многие за последние вот две или полторы недели мне задают вопросы по поводу Fallout'а и по поводу 7 дней, 7 days to die, в общем. Сразу скажу, что ни того, ни другого пока что в ближайшее вот прямо сейчас время я не планирую, потому что у нас выходит Dark Souls скоро, и я пока ничего такого серьезного начинать не хочу. По поводу Fallout'а. Не планирую я его, почему? Потому что как-то DLC в принципе такое неплохое, там этого механика встречаем из третьей части, то есть в принципе интересно посмотреть на него, роботов там можем делать, но это было бы интересно, если бы я начинал игру заново. Но заново начинать я не планирую, пока что. Вообще планирую, как бы, да, наверное. Но сейчас точно не хочется. Вообще хотелось бы начать игру заново, создать себе нового персонажа, какого-нибудь милишника, да, для ближнего боя, и посмотреть, как там в ближнем бою будет играться, тем более у нас сложность подрихтовали, вот это выживание, да. Правда, теперь там нету быстрого перемещения, что мне не очень нравится, потому что, ну хотя как, можно быстренько пойти за Братство Сталя, проходить, да, и у нас будет этот винтокрыл. В принципе, ну, относительно быстрое перемещение, уже неплохо. Ну, посмотрим. Пока что вот с этим DLC заново начинать не планирую точно, и записывать его, ну там, на два часа игры, ну, мне просто что-то не хочется, если честно, еще. Причем, следующее DLC тоже будет не особо интересное, даже еще хуже, чем это, как по мне, там можно будет какие-то бои устраивать с животными, которых мы можем захватывать, да, можно будет с охоти смерти захватить, как-то там что-то, какая-то ерунда, короче. И в основном, следующее DLC будет направлено на расширение строительства и кастомизации наших поселений и всего этого прочего, но так как оно, ну, довольно убогое все-таки в этой игре и, ну, в принципе, бесполезное, вот, то какое-то сомнительное обновление. Вообще, я очень сильно расстроился, когда беседка объявила эти свои планы на DLC, я очень был расстроен. И, ну, может, какие-то моды там когда-нибудь подтянутся, подтянутся, может быть, когда-нибудь все-таки этот Creation Kit выпустят, вроде бы его еще не выпустили, да, насколько я помню, знаю. Ну, короче, посмотрим, может, что-нибудь когда-нибудь будет. Но, как вариант, я уже сказал, можно будет, когда все DLC выйдут, да, можно будет начать игру заново, персонажем ближнего боя, но это, опять же, будет не очень скоро, я думаю. Сейчас пока точно в ближайшее время не планирую. 7 дней до смерти, 7 days to die, тоже обновочка хорошая, в принципе, да, там переработали систему скиллов, расширили ее довольно неплохо, добавили новые локации в генератор, в рандомный, переработали эту карту статичную, да, которая не рандом гена, не помню, как это город называется, вот, переработали им. Тоже можно было бы на ней погонять. Но, тоже начинать как бы заново и фармить там сутками рез и рубить дерево мне не тянет. Хочется все-таки чего-то более нового, поэтому подождем еще каких-либо обновлений. Вот. Также там скоро Starbound, который, о котором мне иногда напоминают, вроде бы как должен выйти в релиз уже, да, в первую версию, в 1.0. Но, тоже что-то как-то, вот, сам Starbound, он не дотягивает до террария, до уровня террария по качеству, по интересности игры, ну, как-то, ну, вообще не дотягивает, по-моему. Ну, как-то все у разработчиков там через одно место, по-моему. Вот. И игра довольно быстро надоедает, и как-то все однотимно. Может, они там сейчас что-то постарались поменяли и как-то более оживили игру. Вот. Но пока что террария просто безусловный лидер среди подобного жанра, да, среди 2D-песочниц. Вот. Поэтому Starbound, я посмотрю, там, почитаю обновления, да, когда релизнется, это первая версия, и посмотрим, может, что-то будет. Но тоже обещать сейчас точно не могу. По поводу террарии тоже там пока неизвестно, что там когда с этими обновами, когда террария Other World, или Other World. Ну, короче, когда это новая террария, которую нам обещали, все опять же откладывается. Точных дат вроде бы нигде нету, но я, во всяком случае, не видел, не слышал по этому поводу ничего. Поэтому тоже пока ждем, вот, и посмотрим, может, что потом когда-нибудь убудет. Сейчас у нас, а, да, Лемминг мне предлагает погонять с ним в этот, в Crossout. Игрушка от создателей War Thunder, те же, собственно, танки, только с такой системой, как в Robocraft, по-моему, так игра называлась, которую мне тоже очень многие хотели, чтобы я поиграл, да, предлагали. И меня как-то на ней за ней не интересовало, потому что, ну, там такая мультяшная графика, но так все, ну, как-то не очень. Crossout, он выглядит довольно внушительно, серьезно, интересно. И тоже есть возможность модифицировать, ну, даже не просто модифицировать, а собирать, как бы, с нуля свои автомобили, какие-то свои чудовищные махины, на которых мы потом будем гонять. Ну, так, по системе, это те же танки, да, вот, что меня не особо, конечно, радует, но посмотрим. Сейчас закрытая бета идет, и если у нас получится с лиммингом по времени, потому что у него тяжело со временем, у меня тяжело со временем, у нас еще разница во времени определенная есть. Ну, короче, потому что он в Сибири аж где-то живет, а я, а я, а я тут в Киеве, поэтому тоже в планах есть, может быть, после выходных что-нибудь и выйдет по этому поводу, да, может, даже и на выходных, ну, короче, не знаю. Что-нибудь добудет, я думаю. Из того, что сейчас у нас идет, у нас Аннушка идет сейчас на канале и Стар Дью Велли. Только две игры, потому что больше я просто не успеваю записывать. Я вот сегодня сел позаписывать Анну, Анну в 1404. Сел такой с утречка пораньше, и в 4 часа я так пришел в чувство, смотрю, 6 серий записал. Ну, думаю, нормально, как раз до понедельника следующего будет, то, что надо. Вот, завтра можно будет позаписывать этот Долину Звездной Росы нормально, А то, когда в последние дни я что-то жутко не успевал, то с монтажом этого Дума пытался, думал записать этот, какой-то нормальный такой обзорчик, да, что-то типа такого. Но что-то с монтажом у меня то ли проблемы с кодеками какие-то, то ли проблемы с этим Windows 10. Я долбился целый день, ничего толком не вышло у меня, Поэтому я решил сделать галактические новости из этого мультиплеера Дума. Вот. И завтра, наверное, уже нормально смогу Старджуэли позаписывать. Вот, а то у меня небольшие перебои были и с ним, и с Аннушкой. Вот, ну у вас перебоев практически не было, но я что-то немного не успеваю последние дни. Вот, кто-то там прыгнул, по-моему. Да. Поэтому. Да, и вообще, кстати, у нас и Анна, и Старджуэли, в принципе, потихонечку подходят к своему логичному завершению. В Анну мы уже победили Луция сегодня, да, и в тех сериях, которые записаны до понедельника, я там уже начал и собор строить, и остров наш хорошо развивать. Вот, денег уже там, просто горы, и все в целом довольно-таки хорошо, интересно, но еще, конечно, я хочу обязательно построить этот собор, как он называется, ну, собственно, императорский собор, этот амбар, который тоже уникальным сооружением является многоступенчатым таким, и султанскую мечеть, тоже хотелось бы посмотреть. Вот, ну и после этого, в принципе, в игре, я думаю, уже делать будет нечего, мы и закончим. Но это еще тоже там неделька-другая будет по времени. В Долине Звездной Росы тоже игра подходит уже к концу, в принципе, я не думаю, что имеет смысл какой-то записывать дальше третьего года, ну, дальше, после того, как, в общем, дед к нам возвращается, что-то там, да, в начале третьего года он должен к нам вернуться, и я не думаю, что имеет смысл уже записывать там как-то дальше, потому что там просто банальный фарм, и все у нас уже к тому времени будет открыто, и денег уже будет, по идее, к тому времени много, вот, и я думаю, на этом можно будет закончить с Долины Звездной Росы. Вот, ну, посмотрим, как оно пойдет, в принципе, до этого тоже еще немало времени, я думаю, вот, поэтому, да. Также 12-го числа у нас выходит Dark Souls, Dark Souls, тоже люди спрашивают, будет ли Dark Souls. В планах он определенно есть, и, скорее всего, будет. Я даже там начал, попытался связаться с новым диском, с издателем у нас в странах СНГ этого Dark Souls, но пока они меня игнорируют упорно. Ну, может быть, если повезет, то получится выпросить у них игру. Ну, вот, ну, даже если не получится, то я ее в любом случае куплю. Ну, я к тому, что, возможно, получится даже, если у них там есть такая штука, да, что раньше дают ютуберам, по-моему, просто уже журналистам дали, журналисты уже поиграли и обзор уже сделали, насколько я понимаю, потому что я где-то видел уже обзоры по Dark Souls 3-му. Вот, возможно, получится выпросить что-то раньше даже начать записывать или начать выкладывать даже, если, опять же, повезет. Вот, ну, если нет, то будем ждать релиза, как все смертные, и после релиза уже начнем. Я, правда, тоже не совсем сейчас знаю, как мы там все это будем записывать, потому что в идеале, конечно, стримить все это безобразие было бы, да, но на стримы меня совершенно не тянет. И я просто не могу, например, прийти на стрим и играть в игру. Я прихожу на стримы, читаю комментарии, а не играю в игру по большому счету, вот. И это неинтересно людям, которые смотрят это потом на ютубе, совершенно неинтересно. Служить, как я по 100 миллионов раз отвечаю на одни и те же глупые вопросы, да, зачастую очень глупые совершенно. Вот, поэтому я даже не знаю. В прошлый раз, когда я записывал Dark Souls, у меня было два персонажа. Одним персонажем я так проходил там что-то потихонечку, чтобы не тупить на записи, да. И это некоторым не нравилось, потому что теряется то ощущение, когда вот первый раз идешь и фейлишь, когда ты страдаешь, когда тебя просто там каждый первый муд нагибает, и вот теряется, конечно, это ощущение. Вот, поэтому возможно, что я попробую все-таки записывать без каких-либо спойлеров, ну и потом делать монтажи какие-то с этого всего безобразия. Если к тому времени я разберусь, что у меня происходит с Sony Vegas, или, может быть, начну каким-то Adobe Premiere пользоваться. Вот. Это в идеале. Ну, а может, не все так будет и страшно, посмотрим. Может, не придется там много монтировать, может, не буду я... Кого я обманываю? Я геймпад держал последний раз, наверное, когда записывал Dark Souls, да? Второй Dark Souls, и после этого, по-моему, я геймпад даже в руки не брал. Полтора года он у меня на полке пылится. Вот. Ну, посмотрим, как оно там пойдет, не пойдет. Мститель, потеря зоны. Вот. Ну, и вроде бы все. Пока что, пока не начнется Dark Souls, я никаких планов новых себе серьезных не строю. Я там хотел еще что-то позаписывать по пассу Фоксайлу, в который я очень сильно залипал, но сейчас я как-то уже потерял, не знаю, седьмого персонажа, наверное, на хардкоре. Три или четыре у меня перса слитых было докачано до выше 70, выше 60 уровня. Один был 60 какого-то, остальные были выше 70, один 83 максимальный, до которого я докачался сейчас. И когда я потерял вот последнего перса, потому что уже просто, когда в очередной раз качаешься, уже спешишь, уже на много внимания не обращаешь и начинаешь фейлить просто. Ну и когда я там слился где-то, я уже не знаю, на каком, на 40, на 50 где-то слился и думаю, все, надо сделать перерывчик небольшой. Вот, может быть, когда-нибудь там будет еще какое-то обновление. Я там, в принципе, очень люблю пассу Фоксайл и довольно много в него играл, да, но что там записывать? Ну, гринделка, гринделка себе, и что там записывать, я, если честно, не знаю. Вот, были планы какие-то записать что-то типа прохождения, да, как я вот с нуля фактически играю, да, чтобы новым игрокам было легче немного разобраться. Ну, и люди просили, кто были, ребята, которые хотели, чтобы что-то, что-то подобное посмотреть. Ну, вот, но, не знаю, сейчас, наверное, уже не буду этим заниматься, потому что уже немного подустал. Хотя, я слил, по-моему, 110 долларов, да, если я не ошибаюсь, на ячейке в этом, в сундуке, на премиум. Уже очень нравятся мне ячейки в сундуке разноцветные, с надписями и все такое. И, плюс, там еще ввели сейчас ячейку специальную для валюты, что тоже очень клево на самом деле. Место экономит, но деньги не экономит, 75 этих поинтов стоят, это, короче, я не помню, как там пересчет идет, не суть. Зато, может, майку мне пришлют, по идее, там, на 110 как раз майку должны прислать. Больше я пока не тратил, больше не вливал бабло. Но страшная игра, короче, затягивает меня, я на горении играл до этого, это я сейчас на евро играю, да, до этого я на горении играл, тоже там купил себе немеряно ячеек, я даже не знаю сколько. Но тоже, примерно столько же, но там цены-то подешевле, да, вот. Но сейчас смысла на горении играть уже нету никакого, поэтому... Поэтому, да. Поэтому я устал и ухожу. Сейчас мы досмотрим этот матчик уже, там чуть-чуть дальше будет очень сочный момент. В думе добивания есть, которое я сначала не мог понять, как это вообще происходит, потому что игра очень динамичная, да, и добивание отнимает драгоценные секунды. Вот. Но они настолько эффектны, настолько веселят иногда. Вот сейчас будет добивание, там, немножко попозже. Когда моего демона просто так красиво опрокинут, это вообще-то я в восторге был. В этом матче я как раз взял две руны демона, из трех, по-моему, если я не ошибаюсь, или как раз из двух, не помню, не важно, сколько их там было. Важно то, что в этом матче я на первое место забрался, да, несмотря на то, что я играю вообще как последний вагон, но выбрался на первое место в этом матче вообще. Вот. Ну и сейчас красиво меня тут один чувак. Просто, просто, это надо видеть. Я даже не думал, что такое бывает, что демона так легко убить. Вот. На самом деле я добивание ни одного не провел, потому что я один раз подбежал там к чуваку, стукнул его прикладом, он умер, и все. Я никакого добивания не видел. Там надо как-то подловить, когда персонаж как-то желтеет, или что-то такое. Я, короче, так и не разобрался с добиваниями, просто не успел, не было много времени. На выходных у меня, я всегда рассказываю, что на выходных не самое лучшее время для записи видео, а вообще для записи. Короче, вот сейчас, смотри, вот это просто, просто шедевр, с колена такой. Ну и он сам в демона превратился, потому что на руне осталось там 13 секунд, по-моему, где сколько-то. И он еще эти 13 секунд может в демоне гонять. Но уже мы матч выиграли, поэтому на этом, я думаю, что можно заканчивать. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу будущих каких-то прохождений или планов, пишите, пишите. Я буду стараться делать почаще подобные, ну, собственно, новости галактические наши. Буду стараться находить время для них, да. Ну, в общем, вы поняли. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.